Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я снимаю новое видео, в котором рассказываю вам о своей одежде, о своих покупочках, о сумочках, о кроссовках, о масочках для лица, всяких классных веществ, которые избавили меня от прыщей. Хотя, наверное, видео на такую тему должно быть отдельным, но я хочу конкретно здесь показать, потому что не хочу много об этом говорить. Ну, в общем, скоро, скоро. В общем, спасибо большое, что начали смотреть это видео, надеюсь, что оно будет вам интересным. Ну и поехали! Вы видите, сзади меня висят какие-то шмотки. Конечно, это не все вещи, которые сегодня я вам буду показывать, и вообще я хочу начать не с одежды, а именно с сумок. Я решила, что начну я, наверное, с той сумки, которую я сейчас ношу и которую я недавно купила в магазине Zara. Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к сумкам в таких магазинах, как Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius. Почему? Не потому, что они, типа, дешевые. Я такая вся звезда, мне надо только дорогие. Нет. Вот я купила, пока что гоняю эту сумку, и она у меня жива. Но не так давно я покупала сумку в Stradivarius, и к этому мы еще вернемся, и я вам покажу, где она сломалась очень быстро. И, ну, как бы, я купила ее за 1700 рублей, и я, как бы, некоторые вещи покупаю не для того, чтобы их постоянно носить в своей жизни, да, а для того, чтобы какие-то образы прикольные подбирать к этой сумке или, наоборот, сумку каким-то образом. Ну, в общем, ладно. Я думаю, что те, кто следят за мной в Инстаграм, кстати, если вдруг вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что я там постоянно, что я говорю, как какая-то странная девочка. В общем, ладно. Вот такая плюшевая сумочка. Мне многие начали писать, что здесь странный и неудобный замок, это правда. Не всегда получается даже закрыть. В общем, вот такая сумка, она мягкая, как подушка. Была еще такая светлого цвета, типа как по джинсу, но я побоялась брать другого цвета, потому что это больше подходит ко всему, скажем так. В целом она прикольная. Стоила она, по-моему, что-то 3000 с чем-то. Я даже снимала влог в тот день, когда эту сумку покупала. И, в принципе, она очень вместительная, модненькая. Вот так взял и пошел. Ну, классно. Я с ней даже уже выставляла фотки в Инстаграм. И поскольку это сумка, с которой я сейчас хожу, тут куча всякого брахла, в основном масок, в общем, покажу вам, что в этой сумочке находится. Вот такой у меня кардхолдер. Тут у меня в основном карточки из денег, у меня здесь лежит из налички. Прям даже расскажу вам все, как есть. Наличкой у меня 5000 и 400 рублей. В общем, в моменты пандемии, коронавируса, все деньги я начала, в общем, только с карточки оплачиваю все. Хотя раньше я просто не то чтобы фанат налички, но я знаю, что иногда на как пригодится, а у тебя все на карточке, так вообще отстой. На каких-нибудь парковках еще где-то приходится расплачиваться наличкой. Поэтому у меня здесь неприкосновенные 5000, можно сказать, как заначка какая-то, потому что в основном я, ну, не трогаю даже этот отдел с наличкой. Дальше что у меня? У меня куча блесков. Вот такой вот от Мак. Очень классный, просто блестит нереально. Можно даже сейчас намазать. Такой бальзам какой-то. Очень вкусно пахнет. И очень классно блестит, как будто бы увеличивает губы за счет вот этого блеска. И вот такой вот Carmex. Я их обожаю, просто они у меня всегда. Обязательно я ими пользуюсь, когда там, например, начинаю краситься. Еще что-то. Здесь у меня какая-то фоточка, которую делала мне Карина, и она у меня до сих пор тут лежит. Она, правда, засвеченная получилась, поэтому пофиг. У меня в сумке спазмолгон. Всегда ношу его, потому что, мало ли, приеду к кому-то в гости, не знаю, бухну, а потом башка будет болеть. Но на самом деле такое редко бывает, но мало ли. Тут у меня ключи от машины, и недавно сломался брелочек, с которым я ходила всю жизнь, как у меня появилась машина. И мне пришлось повесить вот такой в виде какашки, потому что другого у меня не было. Нужно будет где-нибудь найти какой-нибудь прикольный брелок, поэтому пока что у меня здесь кусок говна висит. Классно. Тут у меня есть еще один блеск, и не знаю зачем. Карандаш для губ, мой консилер от Make Up For Ever. Я его всегда с собой ношу. Я специально купила две штуки, чтобы одна всегда была дома, а другую я с собой носила, потому что, знаете, это дело такое. Пластыри, потому что недавно я очень сильно натирала себе ноги, но сейчас это прекратилось, но все равно тоже с собой ношу. Мой паспорт. У меня просто уже вот эта вот штучка вся ободралась. Я не знаю, зачем я хожу с этой фигней. Надо купить новую, но я думаю, может быть, купить какую-нибудь классную, прям, типа, не то что дорогую. Но учитывая, что я с этой фигней хожу уже не знаю сколько лет, таблетки, ингаверин, вы не подумайте, там это не какая-то там что-то реклама, не знаю, чего вы там думаете, не думаете. Недавно я переживала, вдруг я простужусь. Все, фигня оказалась, я ничего не простудилась. Тут у меня наушники, несмотря на то, что у меня есть эти беспроводные, я как-то так ими особо редко, в общем-то, пользуюсь. Вот такие наушники, маски две, расческа для ресниц, еще один карандаш для губ. Господи, просто нарния сумасшедшая какая-то. Спрей в нос у меня, ксимилин с ментолом я люблю. Ну, вообще, кстати, недавно я делала массаж в Смайл Студию лечебный, и мне сказали, что у вас нос закладывает, да? И я такая, да. Он говорит, это можно вылечить с помощью каких-то махинаций на шее. И, в общем, мне массажист, да, сказал, что вылечим. Поэтому надеюсь, но у меня редко заложенность носа, это может быть какое-то хроническое, я не знаю что. Но это не то, что я болею, это уже на протяжении года, двух, наверное, в общем. У кого так же, напишите в комментариях, мне кажется, что я 100% не одна такая. Следующая сумка, которую я вам покажу, как раз-таки та, которую я купила в Страдивариус за 1700 рублей. Вот она, она прикольная, такой пельмешек, очень подходит, кстати, под мою вот такую курточку. Такой вот пельмешек, хинкаль, можно так назвать. И у нее есть ремешочек, который можно прицепить. Мне понравилась эта сумка, у меня, кстати, с ней, по-моему, даже ни одной фотки нет в Инстаграме, поэтому тупая покупка абсолютно. И в чем же здесь проблема? Вот, посмотрите, видите, здесь замочек, точнее, магнитная фигня здесь тоже была. И она просто вот так вот должна закрываться, и эта фигня отсюда присосалась сюда, и теперь у меня сумка всегда будет вот эта открыта. некачественная, некачественная, то есть очень хлипкий, хрупкий, я не знаю, как назвать, но я расстроена, хотя чего я хотела за 1700 рублей. Но взять, например, ту же сумку, вот эту из Zara, за 3, по-моему, тысячи с чем-то она там была, я точно знаю, что у них есть какой-то брак, то, что может скоро сломаться, потому что я это сама видела в магазине на другой сумке. Вот здесь ткань, она туда засунута и гвоздями прикручена. Она может выйти в какой-то момент, и тогда, понятное дело, сумка будет вот как-то так. Ну, в общем, пока такого не случилось, я радуюсь. Сейчас я вам покажу много всего из магазина Michael Kors, ну ладно, немного, 3 сумки, и сейчас я вам покажу рюкзак, о котором я мечтала. У меня никогда не было какого-то классного брендового рюкзака, и я очень давно хотела себе классный рюкзак, в какие-то поездки всегда, когда едем там на дачу, ну ладно, на дачу жестко, но ладно, гулять по городу, положить сюда какие-то там аксессуары, вещи, шмотки там, чтобы переодеться, пойти пофоткаться с подругой, в конце концов положить сюда фотоаппарат, который, ну да, для фотоаппарата должна быть отдельная сумка, но я таким не пользуюсь. Ну, в общем, просто рюкзак как рюкзак, он мне очень нравится, нравится по цвету, я долго думала по поводу оттенка, светлый или коричневый, там был такой еще коричневый, но, кстати, коричневый сейчас покажу, какой был цвет. Но я решила, что белый офигенно смотрится, и с кроссовками тоже классно будет, поэтому взяла вот такой, не жалуюсь, но, честно сказать, я его носила пока пару раз, потому что есть у меня одна сумка-фаворит из Michael Kors, которую вот я еле-еле убрала в шкаф, просто чтобы не уничтожить ее, потому что я ее постоянно ношу и очень сильно люблю. Вот такая поясная сумка, как у моей подруги Карины. У Карины такая сумка уже давно была, я у нее как-то брала ее погонять, когда ездила в Грузию, и она мне так понравилась, безумно просто. Я думаю, господи, если бы это была моя сумка, я бы ее постоянно носила. Карина очень редко носила эту сумку, я даже не помню ее, можно сказать, с этой сумкой, и я всегда думала, вот если бы я, если бы моя, я бы ее каждый день носила. Что вы думаете? Я ни разу не надела, я не знаю. Она офигенная, я уверена, что придет день, когда я ее надену. Она поясная, очень классная, вместительная, но вот просто как-то пока не хочется как-то, вот что-то такое. Я очень долго ходила с поясными сумками, но потом как-то перешла опять на сумки, которые на плечо, и в общем... Но я рада, что она у меня есть, я ее очень сильно люблю, она очень красивая, и вот оттенок, про который я вам говорила, что я хотела, думала, может быть, рюкзак такой взять, но в итоге взяла светлый. Итак, моя самая любимая сумка, которая сейчас вообще в моей жизни есть, я ее больше люблю, чем ту, что я вам показывала из Zara, из которой я сейчас хожу, и Zara тоже прикольная, но это просто моя любовь. Я просто в восторге от этой сумки, вы посмотрите, не знаю, мне кажется, она выглядит так дорого, так круто. Замочек тут, кстати, достаточно удобный, она достаточно вместительная. Я сюда всегда могу положить все, что мне нужно, я очень сильно переживаю за вот эти штучки, чтобы они не стирались. Сейчас вроде все хорошо, но я просто решила положить ее в шкаф, перестать ее на какое-то время носить, потому что я настолько сильно ее люблю. Она реально идеальна. Можно сделать вот так вот, как-то, или вот так, я не помню. Ну, короче, как-то можно сделать так, что она будет более длинная, да, но я ее ношу вот именно вот так. Я не знаю, это просто, это просто реально изумительно, просто дело в том, что я ее не покупала, мне ее подарили Майкл Корс. Я думаю, что кто смотрит мои влоги, то вы в курсе, если не в курсе, то пересмотрите последние 4 влога, и вы поймете, что это за подарочки такие. Я не помню, сколько она стоит, но при монтаже я постараюсь найти и вставить. Ну, честно, вот сколько бы она ни стоила, она стоит своих денег. Я думаю, что в районе около 30, может быть, тысяч она стоит, может, даже поменьше, но она реально просто божественная. И следующая сумка, это тоже подарок от бренда Iceplay. Она такая очень спортивная, есть вот такой вот ремешочек тоже, вот так вот носить, но мне, честно говоря, не очень нравится вот такой стиль ношения. Я больше люблю сумки, которые можно на плечо, либо в руке, что-то вот такое, знаете, но это тоже удобно, и тут тоже можно ремень сделать поменьше, подлиннее. Такая прикольненькая, необычненькая здесь, вот такие вот, типа как брелочки, классненькие тоже. Немного с ней гуляю, потому что она все-таки не такая вместительная, как другие сумки, а у меня постоянно много всего, поэтому это для какого-то лука, образа, ну, офигенно будет. Ну и просто стиль у нее такой более спортивный, что ли. По-моему, мы закончили с сумками, и это просто сумки, которые появились в моей жизни за последнее время, но мне кажется, что я что-то пропустила. Надеюсь, что я больше ничего не пропустила. Но также опять, перед тем, как мы перейдем к одежде, потому что это займет у нас больше всего времени, я хочу вам показать кроссовки. Пожалуйста, не обращайте внимания, не пишите гневные сообщения о том, что я свинья, еще что-то, они немножко уже заляпаны, буду стараться показывать с более выигрышной стороны, ну ладно, вот тут где-то уже есть какие-то там, в кого-то врезалось, еще что-то. Это New Balance, я их покупала за 11 тысяч, с чем-то, ну или 11, не помню, они просто огонь. Ребята, я не знаю, обувь такую большую роль играет в нашей жизни на самом деле, они просто как тапочки, не буду вам долго их показывать, а то вдруг вы найдете там какую-то грязь. Вообще, у меня есть штука, которая чистит обувь, просто я до нее еще не дошла. В общем, я очень счастлива, что приобрела эти кроссовки, потому что они безумно удобные. Я всегда очень сильно боюсь покупать какую-то обувь, потому что я переживаю, что я сейчас на нее потрачу деньги, и я не смогу носить эту обувь из-за того, что она мне натирает. У меня очень тяжелая нога, и все в этом духе, и вот эти кроссовки New Balance, они просто... И здесь нет огромной буковки N, которая меня раздражала, тут вот сзади вот такая буковка типа New Balance, B вообще какая-то, B с огнем непонятным. Ну, короче, кайф. Так, ну что ж, мои хорошие, теперь я хочу вам показать кроссовки. Только одни в моей жизни появились вот такие, но еще, кстати, у меня есть кроссовки от Michael Kors. Я их показывала в Stories, и, честно сказать, это как раз тот самый случай, когда обувь мне натирает. Причем у моей подруги Карины точно такие же кроссовки Michael Kors, только другого цвета, и они абсолютно не натирают. Это то, о чем я говорила, что просто вот у меня такая нога. Из косметических каких-то приколюх хочу начать с бренда моих друзей Simple Beauty. Я уверена, что многие из вас уже знают, этот бренд уже достаточно на слуху, и я хочу вам про него чуточку рассказать. Я вам покажу ассортимент бренда. Это вот такие масочки тканевые, они еще за уши цепляются, и шею закрывают тоже. Вот это я, честно говоря, нигде ни у кого не видела, поэтому мне безумно это понравилось, очень классная тема. Я хочу вам показать свой фаворит. Просто то, чем я пользуюсь каждый день. Я вам сейчас покажу закрытую упаковку, которую я еще не открывала, но если вы мне не верите, можете подписаться на меня в инстаграм, и вы увидите, что я каждый день, ну, ладно, каждый день, через день, через два дня снимаю, как я показываю свою вечернюю, там, утреннюю какую-то рутину, как я ухаживаю за своим лицом. И там вы увидите, что вот эта мицеллярная вода, у меня там уже вот столько, наверное, осталось. Хотелось бы, конечно же, отметить упаковку. Она безумно мне нравится, и мне очень нравится сама бутылка, то, что, знаете, так и хочется открыть, выпить и пойти гулять. Очень прикольная мицеллярная вода, безумно вкусно пахнет, и самое главное, что она работает. Если кто-то сомневается, попробовать или нет, то обязательно попробуйте, потому что она офигенно снимает макияж, и, ну, понятно, зависит от того, как много у тебя макияжа, так много тебе придется, как бы, менять диски, да, с мицеллярной водой. Но мне хватает, наверное, раза 3-4 поменять диск, и полностью протереть до чистоты, до идеального, там, что нет вообще косметики. Поэтому рекомендую. Мне, на самом деле, надолго хватило. Ну и, на самом деле, честно говоря, оно не так уж и дорого стоит, поэтому можно заказать сразу несколько. У меня достаточно быстро уходит баночка, потому что я только этим и пользуюсь. Я даже, знаете, прежде чем зайти в ванну, где я могла бы взять, начать просто умывать лицо чем угодно, какими-то пенками, там, гелями, я обязательно снимаю макияж мицеллярной водой, потому что то, как снимет мне мицеллярка макияж, никакой гель мне так не снимет. Я это просто поняла, и на самом деле, это тоже одна из причин, почему у меня сейчас стала кожа намного чище, в плане без прыщей. Итак, следующий фаворит, новиночка, это тоник. И он, кстати, очень необычный, он тоже у меня сейчас закрытый, это новая упаковка, потому что, в общем, мои друзьяшки прислали мне, чтобы я ни в чем себе не отказывала. Пока что я пользуюсь еще другими баночками, эти у меня как резервные, когда те закончатся. Просто не хотелось показывать вам, знаете, полупустые упаковки, но если интересно, опять же таки, в инстаграме. Чем мне нравится то, что она пшикает, запах огонь, какой-то цветочный такой, свежий. Мне, когда Карина принесла тоник, говорит, вот, пользуйся, я говорю, а что с ним делать? Она говорит, ну как? И мы тут, короче, с ней стреляли. В общем говоря, для чего нужен тоник? После того, как вы умылись, все махинации со своим лицом сделали, берете, либо пшикаете на лицо, либо, как я люблю больше делать, на ватный диск, потому что у меня ресницы, я не знаю, я не люблю пшикать, как-то вот на глаза, еще что-то. Я на ватный диск пшикаю и просто легонечко протираю лицо. Тоник, понятное дело, тонизирует вашу кожу после того, как вы умылись водой, потому что, знаете, вода бывает сушит, еще что-то, и непонятно, вообще что за вода у нас течет из-под крана, поэтому для чего нужен тоник? Короче, если вдруг заинтересовала и хотите попробовать, от себя рекомендую в первую очередь заказать мицеллярную воду, потому что это мой фаворит просто однозначно, то я ссылочки оставлю в описании, посмотрите, захотите, закажете, не захотите, подумайте, в другой день закажете, в общем, сами решите, несомненно, бренд моих друзей Simple Beauty я уже успела полюбить и пользуюсь каждый день их продукцией, но также я хочу вам показать один бренд, который также является моим фаворитом, моей любовью. У меня все часто спрашивают, как я вылечила свои прыщи, несмотря на то, что у меня сегодня на лбу есть какая-то болячка, которая даже не была прыщом, а я просто подумала, ну как-то вот что-то надо сделать и зачем-то поковыряла ее, не знаю зачем, опустим эти моменты, но моя кожа стала намного лучше, правда, я не стесняюсь снимать сториз без косметики, даже если с маской, все равно, раньше я когда снимала сториз с маской, без косметики, было видно покраснение просто лютое, я не буду вам показывать сейчас фотографию, что было с моей кожей, потому что я еще не пришла к тому моменту, когда я могу показать вам пипец, какое ужасное до, и супер идеальное после, сейчас у меня все равно не идеальная кожа, но скажу честно, она меня безумно радует, потому что реально мне не стыдно просто жить на этой земле со своей прыщавой кожей, у меня нет сейчас таких прыщей, можно сказать, что у меня в принципе нет прыщей, у меня остались какие-то типа следы, которые достаточно быстро, кстати, проходят, и у меня нет какого-то рецепта, я знаю, что у многих вот эти постакты, они очень долго проходят, но я не могу вам посоветовать ничего, как решить эту проблему, потому что у меня такой проблемы никогда не было, у меня постакне каких-то не остается, мне кажется, что вот эти постакне, акне, не знаю, остаются у тех людей, у которых прыщи редко, но метко, у меня не так, у меня постоянно и дофигища, поэтому, ну как бы, если бы у меня еще было постакне, наверное, я бы вообще с ума сошла, поэтому я не смогу и не подскажу вам, как избавиться от следов, от прыщей, но я вам расскажу, что помогло мне избавиться от своих прыщей, вы наверное думаете, ты сходила к врачу, ты начала пить какие-то таблетки, ты отказалась от молока и все, что-нибудь от сахара, хрен вам, ни от чего я не отказывалась, хотя я начала пить безлактозное молоко, но это фигня, я все равно ем сыр и наверняка, что это еще где есть лактоза, сейчас я вам показываю так же, как Simple Beauty показывала закрытые упаковки, потому что у меня два таких набора, один у меня стоит в ванной, там уже весь забрызганный, половину использованный, буду по очереди рассказывать, что куда, это целая линейка от прыщей, от бренда Dr.Jart, я думаю, что многие из вас знают, что я фанатка бренда Dr.Jart, их масок и в принципе уже очень давно пользуюсь их продукцией, но вот это для меня было максимальным открытием, максимальным спасением, это пенка для лица, тут у них идет какая-то лечебная тема, я сейчас даже прочитаю, просто чтобы вам рассказать, как, что, а, где я тут прочитаю, русский ле, русского нет, ничего не прочитаю, хотя был вроде как-то, в общем, это пенка для лица, как я умываюсь обычно, моя вечерняя рутина, я снимаю косметику мицеллярной водой Simple Beauty, потом я умываюсь пенкой, вот этой, она с лечебными какими-то свойствами, что-то там увлажняет, еще делать, ну, вы можете погуглить, я просто уже точно вам не расскажу, забыла, но то, что это рабочая тема, это 100%, умываюсь вот такой штучкой, то есть, как бы такая пеночка, приятненькая, очищающая, успокаивающая, что-то в этом духе, следующий этап, это тоник, вы, наверное, спросите, каким же я пользуюсь, когда, ведь у меня есть два тоника, один от Dr.Jart, другой от Simple Beauty, я вам расскажу, тоником от Dr.Jart, я всегда пользуюсь вечером, после того, как сделала умывалку от Dr.Jart, а до этого я, получается, очищала кожу мицеллярной водой от Simple Beauty, но, вы спросите, а как же тоник Simple Beauty, им я пользуюсь днем, не говорю, что утром, потому что я не встаю утром, им я пользуюсь днем, потому что, в этот момент, я не делаю какие-то другие махинации, по, скажем так, какому-то сильному очищению лица от косметики, то есть я просто, да, очищаю кожу, но тоником от Simple Beauty я предпочитаю пользоваться днем, потому что вечером у меня начинается какая-то лечебная история от Dr.Jart. Следующий этап, это увлажняющий крем также от Dr.Jart, он там, как и вся эта линейка, идет с каким-то там чайным деревом, что-то такое, пахнет достаточно вкусненько, я бы даже так сказала, что какими-то травками прям лечебными, ну, то есть понятно, что реально лечит, он очень хорошо увлажняет, я им каждый день пользуюсь и утром, и вечером, и следующий, завершающий этап, вот эта штука, это вообще, ребята, это просто пушка, надеюсь, что она у меня тут не сильно взболталась, потому что ее нельзя взболтывать, но есть вероятность, что, да, она взболталась, это экстренная помощь, так называется, на самом деле вода здесь прозрачная, просто внизу лежит какой-то порошочек, который засыхает на коже, я засовываю сюда ватную палочку, и точечно на прыщи, вот это все намазываю, не цинковую пасту, цинковая паста, по сравнению с этим, вообще какая-то чушь, я скажу почему, во-первых, потому что цинковая паста, она остается пастой, которую запросто можно стереть, об подушку, еще что-то, а эта штуковина, она засыхает, и я больше от нее чувствую какого-то результата эффекта, и когда я мажу на какой-то воспаленный прыщ, мне немного щипет, чуть-чуть, и я понимаю, что как бы процесс пошел, процесс обеззараживания, там, лечения, пошел, обязательно рекомендую попробовать, потому что мне только это помогло, я вам клянусь, я просто каждый день, сейчас уже, наверное, месяца полтора, как я пользуюсь этим, каждый день, и моя кожа реально офигенная, по сравнению с тем, что было, я знаю, что рано мне говорить, что у меня идеальная кожа, потому что это не так, но она офигенная сейчас, и мне не стыдно за свою кожу, и я, когда накрашенная, я вообще просто царица красоты, потому что то, что было раньше, когда я крашусь, и все равно у меня видны жуткие прыщи, это ужас. Ну что ж, ребят, вот мы плавно перешли ко второй части этого видео, где я буду показывать свою одежду, новиночки, разные классные магазины, которые я для себя открыла, и, конечно же, забыла сказать в самом начале, что в конце этого видео я объявлю розыгрыш. У меня есть три офигенно красивых платья от Беллы Потемкиной, которые у меня просто висят на вешалке дома, которые я не ношу уже очень-очень давно, и каждое платье, которое я разыграю, я вам их покажу в конце, я надевала, наверное, один или два раза, мне кажется, что даже больше один, и есть одно платье, которое я вообще ни разу не надевала, то есть, грубо говоря, что оно вообще максимально новое, и они не грязные, не испорченные, но об этом позже, потому что, как я и сказала, что я их надевала просто на выход какой-то, в общем, ладно. Вещей очень много, то, что вы видите сзади меня, это просто декорация, можно так сказать, хотя вещи, которые здесь висят, они тоже относятся к этому видео, но вы не видите стул, который рядом со мной, и он полностью забит вещами, но хочу я начать с того, что сейчас на мне, несмотря на то, что вы все равно это видите на мне, вы будете видеть также записи, где я вам это показываю в полный рост, и все в этом духе. Это типа просто рубашка из эко-кожи, я что-то долго ее не носила, не знаю почему, и тут как-то вспомнила про нее, и, в общем, начала носить, очень прикольная, я в ней даже фоткалась недавно, несмотря на то, что она черная, и вроде как под мой инстаграм, ну, немножко не вписывается, она у меня весь такой сейчас минималистичный, натуральный, нежный, но я люблю черные, поэтому это же тоже минимализм. Короче, классная, очень классная рубашечка, можно ее и застегнуть, и так ходить, а мне больше нравится враспашку. Ну, и топик, который вы сейчас видите на мне, он из магазина Zara, я просто люблю такие вещи базовые, какие-то топики, которые как раз-таки можно надеть под низ какой-нибудь, вот такой рубашки, курточки, кофточки, очень прикольно. Следующее, что я хочу вам показать, я постараюсь быстро, потому что, что, в принципе, разглагольствовать, вещи, вещь, да? Недавно в моей жизни появился вот такой вот спортивный костюм из шоурума Studio 29, очень нравится цвет, очень нравится качество, то, что он такой большой, пухленький, прикольненький, и капюшон, конечно, мне тоже безумно нравится, я в инстаграм уже выставляла в нем фотку, на самом деле, в Studio 29, сейчас это осенняя коллекция, у них есть такие костюмы и других оттенков, но, к сожалению, когда я туда пришла, был только вот этот моего размера, но, возможно, даже хорошо, что у меня вот такой вот серый, потому что он более универсальный, что ли, очень классный, качество безумно нравится, я в нем сейчас гоняю, потому что погода как раз испортилась, дождики, и он просто идеален. Также у меня есть вот такой вот спортивный костюм, не знаю, как правильно произносить название магазина, поэтому оно будет где-то сбоку написано, прикольный, немножко, правда, он у меня мятенький, за это извините, и он тоже с штанишками, в принципе, по цвету очень даже, кстати, похож на предыдущий костюм из студии 29, но все равно они отличаются, потому что этот более в бежевый уходит, а тот в серый. По поводу качества ничего плохого сказать не могу, просто обычный, прикольненький костюмчик, очень удобный, и вообще, в принципе, я люблю спортивные какие-то костюмчики, такие вещи, тем более, что сейчас будет осень, и я больше люблю такой свободный стиль. Далее я хочу вам показать просто нереально классные брюки, штаны, такие свободные, из шоурума Юона, они очень крутые, конечно, вам тут лучше не смотреть, вы лучше смотрите сразу, как сидит на мне, они мне нравятся, потому что они офигенно, просто подходят подо все, даже вот сверху, если я в топике, в рубашке, не знаю, даже в толстовке какой-нибудь, все равно будет клевый, как-то необычно, из-за того, что они такие свободные, вроде как деловые, но при этом из-за этой резинки, что ли, у меня к ним такое отношение, более, более свободное, типа повседневные, вот прям повседневные штаны, знаете, это не такой брючный костюм, который тебе приходится там надевать на какие-то мероприятия, еще что-то, хотя он отлично подойдет и для каких-то встреч, но я его с кайфом гоняю и в повседневной жизни, но, правда, уже не сейчас, потому что погодка немножко испортилась, но, возможно, она еще станет хорошей. У меня очень много спортивных костюмов в моей жизни, но люблю. Следующий спортивный костюм чисто черного цвета из шоурума Сода Мода. Чем он мне нравится? Это просто тем, что он черный, очень классный на резиночках, с кофтой, с капюшоном, конечно же, такой классный комплект, безумно нравится, ну и также мне нравится то, что под эти черные штаны можно клево надеть какой-нибудь черный топик и будет вообще офигенный лук. Следующий тоже из шоурума Сода Мода. Что мне нравится в этих двух комплектах, скажем так, то, что это лосины и офигенный топ. Я люблю такие вещи, вы знаете, и мне кажется, что это безумно красиво, женственно, и почему бы и нет. Я взяла двух оттенков, один вот такой вот, даже не знаю, какао, мне кажется, что-то вот такое, типа какао оттенок, и вот такой вот, не знаю, что за оттенок, я не сильно в этом разбиралась, ну, типа зеленый. Он не зеленый, я бы сказала, даже болотный какой-то. Тоже здесь идет такой же топик. Следующее, что я вам хочу показать, это топик из магазина Zara. Ну, что говорить, просто обычный топик на лямочках, такой вот свободный, легкий. Как я и сказала, я люблю такие простые, базовые вещи, которые подо все можно будет надеть. Далее хочу вам показать как раз таки шоурум Elastic Store, который я открыла для себя буквально недавно, и я уже писала об этом шоуруме у себя в инстаграме, в посте, в сторис показывала, но, конечно же, хочу и здесь показать. У них очень классные боди, и не зря этот магазин называется Elastic, потому что у них все вещи такие эластичные, классные, у них есть очень прикольные велосипедки с кроп-топом таким, кофты с рукавами, которые я, кстати, не показала в этом видео, наверное, потому что я его уже настолько загоняла, что для меня это такое уже не новое, но все-таки. На фотографиях вы можете у меня увидеть, не поленитесь, зайдите в мой инстаграм, у них очень много разных классных боди, я думаю, что вы наверняка уже меня сто раз видели в этих одеяниях, мне безумно нравится качество, ну и в принципе, я люблю боди, и вот такие вот вещички, очень даже прикольненькие, на повседневную жизнь, на каждый день, на осень, да и летом я в них как бы и гоняю, и гоняла, поэтому плюсик, мне прям нравится. Ну и, конечно же, хотелось сказать, что у них там очень много вещей одинаковых, разных цветов, ну и в принципе, ассортимент тоже очень хороший. Хочу вам показать, наверное, очень всеми такую полюбившуюся модель, это вот такой вот типа топик, на одно плечо получается, здесь нет ничего, да, и вот такая вот такая вот кофточка, она у меня в двух цветах, белым и черным, тоже Elastic Store, и вот точно такой же черный, я думаю, что вы наверняка уже даже на видосах видели меня в этих топиках, кофточках, поэтому, что вам рассказывать, классные, я ношу с удовольствием. Следующее, что я вам хочу показать, это джинсы из магазина Zara, я думаю, что вы их на видео у меня тоже видели уже много раз, но, в общем, да, купила. У меня всегда очень сложно с джинсами, потому что я, не знаю, это последнее, что я покупаю обычно, хотя они мне очень нужны в моей жизни тоже, я решила взять вот такие, обычные, типа, такого примитивного оттенка, джинсы, не серые, не черные, а вот такие прям джинсы, джинсовые, нравится то, что здесь есть такие потертости, они очень обтягивают, хотелось бы сказать, что даже я их еще не успела растянуть, они у меня в размере 34, европейские, я так понимаю, и обычные, ну, как бы, у меня есть 34, просто все вещи как-то по-разному сидят, понятно, зависит от качества, от материала, и вот эти штаны, честно говоря, я все жду, когда они станут мне посвободнее, потому что они конкретно так на меня давят, просто обычно вещи-то растягиваются в любом случае, и в общем, да. Ну нет, нормально, я в них спокойно хожу, но просто иногда хочется, чтобы чуть-чуть они были послабее. Следующее, что хочу показать, топик из сода-мода, который я постоянно гоняю, вот такой, обычный, черный, посмотрите, у меня такие простые вещи, мне кажется, никаких цветочков, узорчиков, и все в этом духе, тут резинка на конце, просто обычный, классный топ, как раз-таки под костюм спортивный, который я вам показывала, черный, идеально подходит, очень красиво, и есть у меня еще вот такой вот топик, вообще, как какой-то лифчик даже, я не знаю, ну, как я и сказала, я люблю такие вещи, подо что-то надевать, вот даже вот сюда, под этот наряд, можно было бы, но будет слишком много черного, поэтому я подумала, ладно, вот такой вот топик, видите, какой он короткий, что даже есть страх, того, что он не все прикроет, далее, хочу вам также показать топик из Zara, я недавно зашла, я как раз во влог это рассказала, что купила несколько разных топиков, ну, просто потому, что я их люблю, и разнообразие какое-то, вот такой вот просто, коричневый топик, без ничего, никаких тут, ни завязочек, ничего нету, просто вот обычный такой топ, это типа бирюзовый, ну, какой-то зеленый бирюзовый, не знаю, но очень красивый, посмотрите, тут завязочки, вот такое боди, казалось бы, просто такая вот, как футболочка, кофточка, анимайочка, не знаю, но это боди, представляете, обычная, простая, классная, на каждый день, на встречи, на выходы, на день рождения, я обожаю универсальные вещи, на самом деле, и для меня, чем вещь проще, тем она лучше, ну, что ж, наконец-таки, мы можем перейти вот к этому всему, начну я с самого конца, который вы не видите, из магазина Юона, у меня есть вот такие вот футболки, с подкладкой на плечо, они у меня есть в разных оттенках, поэтому не буду каждую, наверное, в руке показывать, вот вы их видите, они тут висят, черная, белая, такая зеленая, ну, опять же, у меня проблемы с цветами, не знаю точно, как правильно, и вот такая вот, типа, серенькая, они модные, классные, тоже повседневные, и на вечеринку, сюда еще цепочку какую-нибудь повесить, и вообще круто, чика, поэтому, прям лайк, однозначно, следующее, что хочу вам показать, тоже из Elastic Store, вот такие вот боди, у меня их три, в разных цветах, вот такой вот бежевый, белый, черный, просто нравится, я просто люблю такие вещи, и я готова ходить в таком каждый день, поэтому, если они у меня есть в разных цветах, я довольна, ну, и, мы уже почти в самом конце, ребята, показываю вам свои два самых любимых тренча, из шоурума Studio 29, вот этот новый, я его еще даже не успела надеть, я безумно счастлива, что я могу вам его показать аж с ценником, но я его буду гонять, просто как сумасшедшая, он офигенный, стоит, кстати, 16 900, но он стоит своих денег, потому что вот сначала у меня в жизни появился вот такой, и я его заносила, как сумасшедшая, нет, он в порядке, он не испортился, но просто я его очень часто ношу, и так же, как и этот я буду часто носить, он идеально подходит к моим кроссовкам, и вообще, в принципе, к светлым кроссовкам идеально, и я знаю, что осенью я буду носить это постоянно, и я просто влюблена в тренчи, я безумно счастлива, что я пришла к этому, пришла к такому стилю в одежде, поскольку раньше мой стиль, ну, как бы, такой себе был, по моим воспоминаниям, да, оборачиваясь назад, я понимаю, что сейчас я намного лучше одеваюсь, и намного красивее, и подбираю себе вещи, которые больше мне подходят, и делают меня более стильной, модной, классной, так что вот, ну, и вроде бы это все из одежды, то, что я хотела вам показать, а теперь переходим к конкурсу, к розыгрышу, сначала я вам их покажу, а потом расскажу условия этого конкурса, в общем, вот это платье, я его надела один раз, на день рождения, когда мне исполнялось 20 лет, все, я в нем просто вечером в ресторане тусила, сидела, кушала, нигде не запачкала, не изляпала, вот даже сейчас смотрю, вообще идеально чистое, оно короткое, с пышной такой юбкой, вот такое вот, я, когда их мерила, вы сейчас увидите, я поняла, что настолько не мое уже, все, просто я так нелепо в этом выгляжу, просто не мое, очень красиво, раньше мне шло, может помоложе я была, хотя два года прошло, да, но раньше вот как-то по-другому я себя в этом видела, сейчас я себя в этом не вижу, но это очень красивые платья, которые у меня в шкафу висят, я не знаю уже сколько лет, то есть больше даже, чем два года, я их не могу ни продать, никому не знаю отдать, хотя одно платье я отдала, красное у меня еще было такое же, в таком стиле, зачем мне столько платьев, не знаю, вот, я их не могу никому ни отдать, ни продать, как-то думаю продавать, ну странно что ли, не знаю, хотя почему нет, я об этом даже как-то думала, потому что они настолько красивые, мне так нравится, и мне всегда кажется, что я его еще раз надену, ну хоть разок, я его еще, ну хоть на полтосессию, ну я не знаю, нет, пора расставаться с вещами, я помню, что каждое платье стоило, кстати, это платье в размере М, вот я сейчас увидела, оно в размере М, тут правда ценника нет, к сожалению, я его носила, но тут по-моему, кстати, есть, можно посмотреть, сколько стоит, угу, вот на черном платье написано цена 19 900, я думаю, что это примерно так же стоило, потому что они очень похожи, правда, в разное время, по-моему, я их брала, но он очень классный, согласитесь, следующее платье, которое я вообще ни разу не надела, которое хотят, кстати говоря, все, я когда об этом в инстаграме написала, мне очень много кто начал писать именно про черное платье, я понимаю, что черное, ну, классное, потому что оно самое такое простое, как я и говорила, чем вещь проще, тем она мне больше нравится, но то, кстати, тоже прикольное, вот такое черное платье, тоже пышное, тут тоже подкладочка какая-то идет, вот такая, тут уже, кстати, другой материал, более нежный, то есть, там более такой он, знаете, как какая-то бумага специально смятая, но приятные ощущения, но просто говорю, что этот более гладкий уже, потому что здесь нет таких цветочков, как там, ну и, в принципе, что еще про это платье сказать, вообще, в принципе, оно реально клевое, и вот даже не то, чтобы жалко отдавать, но я просто должна принять, то, что я их не ношу и не буду носить, вот тут у меня даже есть сценник, посмотрите, я его даже не снимала, тут, правда, я вижу, уже стерлось все, но не знаю, увидите вы или нет, чтобы вам было интересно, понятно, я не буду его снимать, цена 19,990, цвет черный, молочный принт, длина мини, размер S, это платье у меня уже в размере S, вот, так что, вот такое, и последнее платье от Беллы Потемкиной, которое тоже я хочу разыграть среди подписчиков, вот такое белое, оно просто шикарное, мне кажется, потому что это такой, знаете, лебедь какой-то, очень красивая, тут размер тоже S, но, опять же таки, я его не ношу, не буду, вот я проверяю тоже, чистая, не чистая, чистая, у меня все вещи чистые, я его ни разу не стирала, ну и, знаете ли, надевала я его один или два раза, по-моему, один раз на фотосессию я его надела, и все, нет, хотела сказать, пи***, вру, надевала я его два раза, один раз на фотосессию, другой раз на мероприятие, у меня есть даже в нем фотки, вот, классная, а так в идеальном хорошем качестве, тем более бесплатно, мои хорошие, я же его не продаю, розыгрыш, ну и последние две вещи, которые я разыграю, есть у меня комбинезон из шоурума Дульча Шоп, который, в котором я снималась в своем первом клипе, почему? Рассказываю историю, я в нем ни разу нигде не ходила, не гуляла, потому что этот комбинезон мне велик, он на девушку высокую достаточно, он мне велик и не только в ногах, но еще и в руках, поэтому сразу говорю, мой рост 168, девушка для такого комбинезона нужна повыше, чтобы руки подлиннее, и все в этом духе, его я тоже хочу разыграть, я его надела один раз на свой клип, классный комбинезон, но опять же таки, я просто его реально не ношу, поэтому это не то, что какая-то фигня, я его храню в своем шкафу, потому что думаю, что еще хоть раз надену, но нет, этого не происходит, поэтому мне хочется, чтобы у этого комбинезона, так же, как и у других вещей, которые я разыгрываю, началась новая жизнь, хочу дать второе дыхание этим вещам, поэтому, если что, не пишите там какие-то глупости, типа, мне не нравится, фу, не хочу, поэтому забирайте, нет, это, ну, не так, но, по сути, как бы, мне реально уже не нравится, ну, как бы, может кому-то нравится, поэтому вот, и последняя вещь, вообще пипец какая странная, я, честно говоря, не понимаю, зачем мне это, потому что я это сама не покупала, это как-то вот за компанию пришло ко мне вместе с купальниками, но вот такое вот интересное платье, я его ни разу никуда не надела, все думала, что оно такое блестящее, классное, я его обязательно на какую-нибудь вечеринку надену, еще что-то, но оно мне как-то вообще не подошло, и как-то портит меня, как мне кажется, поэтому не знаю, кому понравится, не понравится, обязательно, ну, напишите, я прям его отдам, сразу, потому что я не знаю, что с ним делать, оно мне ни в какие ворота вообще не вписывается, хотя, ну, цвет прикольный, да, ну, реально для какой-то тусовки, вечеринки, ну, по-моему, прикольно. Условия розыгрыша конкурса очень простые, я уверена, что большинство из вас уже выполнили эти условия, во-первых, вам нужно быть подписанным на мой инстаграм, во-вторых, вам нужно быть подписанным на мой ютуб канал, и что вы думаете? Все, у каждого нашего лота, скажем так, есть своя цифра, которую вы увидите на экране, и я хочу, чтобы ваше письмо в комментариях выглядело примерно так, «Привет, меня зовут Маша, город, там, Москва, вот мой инстаграм, мне нравится, там, платье номер 3». Все, то есть, все, что я от вас прошу, это просто заполнить такую короткую маленькую анкету, мне нужно знать, из какого вы города, ваш инстаграм обязательно, потому что там я планирую с вами связаться, ну, и платье, которое вам понравилось, цифра, которая вам понравилась, платье, да, ну, вы поняли. Единственная не очень хорошая новость, так это то, что я смогу отдать вам лично в руки это платье, я очень сильно не хочу отправлять что-то по почте, потому что я буду очень сильно волноваться, что что-то не дойдет, еще какая-то будет проблема из-за того, что сейчас там происходит, не знаю, честно, я просто боюсь отправлять что-то по почте, и не хочу кого-то расстраивать, если что-то не придет, не дойдет, вернется, я хочу вас попросить, если у вас есть друзья, знакомые в Москве, а вы сами не из Москвы, попросите их, чтобы они это все сделали, заполнили такую же форму, обязательно, ну, Москва, туда-сюда, потому что я реально хочу просто лично в руки передать человеку наряд, да, который я вам показывала, мне так будет спокойней, и, пожалуйста, не обижайтесь, я обещаю, что в ближайшее время я обязательно устрою какой-то розыгрыш с вещами, там, еще что-то, и смогу отправить вам по почте, когда все это узнаю, наверняка точно, что все ок и дойдет, ставьте этому видео палец вверх, если оно вам понравилось, оставляйте комментарии, участвуйте в конкурсе, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!